Ну что ж, только что вы слышали грохот выстрелов, это танки атакуют Семеновку, обстреливают наши позиции непосредственно Атака идет с разных сторон, но Семеновка это еще ничего, там наши солдаты вкопались достаточно хорошо Хуже другое, противник одновременно атаковал наши позиции под Ямполем на Краснолиманском направлении И с юга атаковал город Северск, где у нас был совсем маленький гарнизон В общем-то сражаться там по большому счету некому, 30 ополченцев с карабинами Это не те силы, которые могут остановить танковую роту и мотоприходный батальон Я только что вернулся с поля боя под Ямполем, у нас большие потери в технике, в вооружении По одной простой причине, потому что опять же там противник бросил на нас больше 100 единиц бронетехники При мощной поддержке артиллерии, поддержке градами, минометами Первую атаку наши бойцы отбили, подбили один танк, но с 15-20 танками справиться с двумя безоткатными пушками как-то все-таки сложновато Бой там еще продолжается, наши солдаты там держатся, однако к вечеру не исключено, что противник сумеет прорваться С другой стороны, удерживать Ямпольскую позицию при сдаче Северска уже не имеет смысла Наш гарнизон попадает в полное оперативное окружение и будет вести бой, так же, как, наверное, вел гарнизон Брестской крепости, без всякого снабжения Со своей стороны, выношу глубокую благодарность Российской Федерации, которая нас так мощно поддерживает, русский народ Донбасса Но я все-таки еще надеюсь, что совести, если она вообще там водится в Москве, еще хватит на то, чтобы принять какие-то меры Спасибо